И снова здравствуйте! Roundup Starter Unit 2. В этом кусочке мы посмотрим с вами подробно, уже более подробно, неопределённый артикль a, n. Помним, да? Означает один какой-то, an, видоизменённый a, будет стоять перед гласными, vowels. Но до того, как мы начнём, здесь сам небольшой кусочек, мы просто все возможные варианты этого a, n посмотрим и выучим новые слова. И давайте сначала, собственно, посмотрим, какие слова вы будете встречать в этом юнити. Пропишем их вместе. Итак, a vowel – это, собственно, гласное. A vowel – это гласное. Или гласный звук, или гласная буква, гласный звук, как хотите. A consonant – это согласное. A ball – дальше пошли серым слова, которые в качестве примеров были в этом юнити, а не в качестве, собственно, слов для изучения, в том смысле, что они не были с картинками показаны. A ball – это мяч. A call – звонок. В каком смысле звонок? Вы когда кому-то call, звоните, или когда кого-то зовёте, звоните. Звонить, я хотела сказать. Звонить. Мы же пишем всегда в инфинитиве, в начальной форме. Или звать, призывать кого-то, вызывать. Отсюда пришло, собственно, слово «звонить». All – это всё или все. Tall – высокий по росту. To fall – падать. Это глагол, помним, да, частичка стула означает инфинитив, падать. A cat – кот у нас уже был, кот – кошка. To cost – стоить. Сколько это стоит в этом смысле? A cup – это чашка, чаша или кубок. Ну, пока в значении чашка. Coffee – вот то самое кофе, которое мы уже упоминали. A coat – это пальто или что-то вроде халата, что сверху можно набросить на себя, вот этот предмет одежды. Ну, чаще всего это пальто. A can – смотрите, у нас с вами был глагол can, я могу. А a can – это уже совершенно другое. Это существительно означает банку, жестянку. Жестяная банка. Вроде как из-под кока-колы, из-под пива. Вот такие вот банки вы видели в магазинах. A cell – это клетка. В каком значении? Клетка человеческого тела – cell. Клетка, да? Не та клетка, которая попугой сидит. Это будет cage. Так, клетка. Вот так вот выглядит cage. Так. A cinema – кино, кинотеатр. Кинотеатр или кино, когда пойти в кино, когда мы говорим, мы имеем в виду, конечно же, кинотеатр. To cycle – это cycle, как круг, мы знаем. И от этого же произошло bicycle – предмет с двумя кругами, с двумя колесами, да? Круг – колесо с греческого. By – это два. Bicycle. А to cycle – это ездить на велосипеде, кататься. I like cycling, вы можете сказать. Я люблю езду на велосипеде. Ездить на велосипеде. A city – город, большой обычно. Solution – это определенный, определенный, некий или конкретный. Пока просто пишите, не пугайтесь, что много слов. Я говорю, они у вас потом все сядутся. Вы возьмете те, которые вам надо, а те потом уже в других юнитах-то доучите. Если все сразу вам 175 слов, возможно, будет много для некоторых. А некоторые все сразу запоминают. Поэтому тут такое. Silent – тихий. Silence – тишина, безмолвие, да? An end – конец, вообще. И the end, помните, мы говорили в конце этого фильма, да? The end обычно. Там с определенным артиклем, потому что конкретный один конец может быть у фильма. At – это предлог означает у, или возле, или на. А в зависимости, если это предлог времени, то может означать во сколько, в котором часу. В. To make – это делать что-то, обычно, когда вы что-то руками делаете, творите. Или в переносном даже смысле, может быть. Make a call, который у нас только что был звонок. Это уже совершить звонок, это позвонить кому-то. Make a call. Если вы готовите кофе, варите. Make a coffee. Вот вы уже делаете кофе, варите кофе. To bake – это печь. Bakery. Да, пекарня. Baker – пекарь. Профессия. Просто добавляете суффикс –ер, и вот у вас уже деятель получается. A baker. A snake – это змея. Так, далее. A cake – пирог. Ну, это вы, думаю, знаете. A coke – кока-кола. A coca-cola. Сокращенно. A bee – пчелка. Пчела. Почему a coke? Потому что, скорее всего, имеется в виду, хоть это вещество, а вы говорите, одна кока-кола. Имейте в виду, либо одну банку, одна банка кока-колы, одна бутылка, вот в этом смысле, одна порция, и etc. Одна бутылка – a coke. Когда вы просто любите coke. I like coke – кто-то, возможно, любит. Тогда без артикля. I like coffee, I like tea. Да, A означает, что одну порцию вы просите. Ship – это овца. Не путать с кораблем. Там краткий звук. Ship. Помните? Ship – это ship. Овечка, овца. To see – видеть. Это у нас уже был этот глагол, мы в примерах его использовали. Feet – это ступни, а у нас было в единственном числе. Feet – это plural. В единственном числе – это a foot, одна нога, футбол, когда мы слово смотрели. A seed – это семечко, одно семечко, семечко, как оно на русском. Ну, в общем, seeds – это plural, a seed – одно штучка. Короче, напишите, как это на русском, правильно? Семечко. Ну, пусть будет одна семечка. Семечко точно нет. To meet – знакомиться или встречаться. Либо первый раз знакомиться с человеком, либо встречаться, уже видеться с кем-то, потом встретить, встречаться. Or – или, у нас уже это было уже в заданиях, a dog – собака, a book – книга, тоже у нас уже было в названии учебника, да? An elephant – слон, вот так он пишется, peach, an octopus – осьминог, octo, octo, восемь с греческого, а в осьминогах, да, осьминог. A house – дом, a fish – рыба, одна рыбка, рыбина, an airplane – самолет, или просто plane. Самолет. A banana – банан, здесь легко. A boy – мальчик, тоже очень распространённый, вы уже наверняка слышали, даже если никогда не учили английский. Cowboy, помните? Cow – корова, бой – мальчик, дословно пастух, который мальчик, присматривающий за коровами. A rabbit – это кролик, an ear – ухо, an orange – апельсин, an insect – насекомое, a pen – ручка, которую пишете, ice cream – замороженный, этот лёд – это ice, лёд, да, ice cream – мороженое, замороженный крем. Так, вот он, cream – это либо крем, либо сливки, замороженные сливки. A desk – парта, стол, который письменный, которым пишете. A table – вот это вот стол в любом виде, в котором вы кушаете. An eye – глаз, a pencil – карандаш, not – не, вот та самая частичка, которая у нас была уже, мы в примере видели, do not – не делаю, да, я что-то не делаю. И, например, cannot – не могу, cannot – пишется вместе, кстати, I cannot – я что-то не могу, или сокращенно I can't, с апострафом, да, то есть вот эта самая частица not – не. To pronounce – произносить в голос before – до, прежде, до чего-то. The beginning – начало. Обычно начало всегда одно может быть, поэтому с артиклем – да. От глагола to begin – начинать. A syllable – это слог. Нам это важно знать, сколько слогов в предложении, господи, в слове, делить на слоги, и поэтому правильное чечение, да, если открытый слог, закрытый слог, вот это важно. Ну, и само слово syllable – слог. Between – между. И далее опять слова из примеров. To need – не читаем, да, передаем. To need – вязать. A knife – нож. To know – хорошее слово. Знать. И самое популярное – I don't know – я не знаю. I don't know – готовая фраза, да? I don't know. A knee – колено. Knee – здесь на то правило, что кей не читается передаем, да? A knee – to cook – готовить еду, варить. A cook – кстати, это повар, человек, который готовит повар. He is a good cook – он хороший повар. Ну, давайте сразу пример. He is a good cook. Okay. Good – вот он, хороший. Хорошая. A pool – бассейн, скорее всего, какой-то бассейн с водой, какая-то емкость, да? A moon – moon – луна. Месяц, как спутник планеты. A door – дверь. Close the door, please. Пожалуйста, закройте дверь. Close the door, please. Вы к кому-то можете обращаться. A floor – пол или этаж. But – но важное слово, часто используем, да? To quit – бросать, покидать, например, работу бросать. I quit – всё, я ухожу, я бросаю. A question – вопрос. И тут ещё немножко примеров осталось. Yes – да, которое, уже мы знаем слово yes. Yellow – жёлтый, тоже я вам пример приводила его уже. Mary – имя Mary, да? To tidy – убирать, что-то убираться, вот в комнате убираться, в этом смысле, в помещении. A cherry – у нас уже была вишенка, да, вишня. The sky – небо, небеса. Они у нас одни, поэтому the sky – небо с артиклем D, да? To fly – летать. У нас было в прошлом уроке, мы с вами запускали змея, да? И говорили, I can fly a kite. Вот теперь вы уже fly увидите. I can fly a kite. Я умею запускать змея. Dry – сухой, to dry – высушивать. Если уже глагол to dry, то это делать сухим, да, высушивать, сушить. A spy – шпион. To spy – шпионить, высматривать что-то, да? To cry – плакать или кричать. И просто a cry – соответственно, крик – плачь. Либо крик громкий, да, либо плачь. Так, a rose – роза. To close – закрывать. Вот только что мы использовали close the door, please, да, закрывать. И to rise – это подниматься, поднимать. Поднимать или подниматься – rise. Окей, вот мы прописали все слова. Помним, сюда подглядываем теперь каждый раз, когда будем делать урок, собственно, сам. И у вас уже полный словарик будет всех-всех-всех слов. Надо будет, если какое-то слово не знаете, как читать, еще раз переслушайте, вместе со мной проговаривайте. После юнита мы сделаем еще предложение со всеми этими словами. На полное закрепление. Ну, в общем, собственно, теперь до встречи уже в самом Unit 2 с Roundup Starter. Пока-пока.